Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. С вами братья Иван и Александр Кулагины. Мы являемся хозяевами магазина Секира, организаторами фестиваля «Былинный берег», а также я руковожу клубом исторической реконструкции «Дружина Эльдиарм». Я сегодня в кадре, Александр опять прячется за кадром, командует камерой. И в этом выпуске мы расскажем вам не об истории и реконструкции, а о том, как мы зарабатываем деньги, о нашем бизнесе. Наш магазин Секира торгует средневековыми товарами, а также всяческими разными интересными авторскими работами по мотивам средневековья. Это и украшения, и мечи, и все такое прочее. В общем, посмотрите у нас в ВКонтакте и на сайте. Кто смотрит нас, постоянно те знают. И мы торгуем не только непосредственно у нас в магазине или в интернете, но и активно ездим по ярмаркам. Причем для нас интересны не только ярмарки на фестивалях исторической реконструкции, а совершенно любые массовые мероприятия. Мы посещаем и рок-фестивали, такие как «Нашествие», всевозможные дни городов, байк-фесты, всякие фестивали гик-культуры, косплея, такие как Комик-кон и так далее, так далее, так далее. В общем-то, если есть массовые мероприятия, мы приедем и наторгуем, несмотря на то, что наш товар крайне специфичен. Это в первую очередь историческая реконструкция. Итак, мы посмотрели много роликов, имеющихся на Ютубе, посвященных ярмарочной торговле. И знаете, я вам скажу, все они записаны либо начинающими людьми, либо людьми, которые не понимают, что такое вообще торговля на ярмарках и как можно на ярмарках зарабатывать. Абсолютное большинство этого контента сводится к такому общему нытью, типа вот вы знаете, мы там готовились, мы торговали, то-то да сё, год готовились, три дня торговали и едва отбили взнос. Или там съездили в минус. Ну вот мы будем готовиться лучше, мы наторгуем больше. Не, ребят, у них там какая-то, честно говоря, ерунда творится. Вот мы считаемся в этой теме профессионалами, сейчас вот мы поделимся, как надо, как надо торговать на ярмарках. Прямо все инсайды откроем, смотрите ролик до конца, в конце мы подсчитываем, сколько мы наторговали, сколько мы потратили, какая чистая прибыль получилась и почему у нас есть успех на ярмарках, а у многих людей на ярмарках успеха нет. Для эксперимента мы выбрали не фестиваль исторической реконструкции, а специально максимально нетематичное для нас мероприятие. Это фестиваль крафтовой культуры Греча, который проходил в Курске в июне этого года. Это фестиваль крафтового пивоварения, проводит его наш старый большой друг Андрей Штефан, хозяин торговой марки Мьёльнир и Медоварни Традиции Предков. Он назвал на фестиваль, и вот мы поехали. Что у нас получилось, смотрите. Дорогие друзья, я Штефан Андрей, Лэдис Медоварни Традиции Предков и Торговой Марки Мьёльнир. Вы на канале Секира. Смотритесь и подписывайтесь, сейчас будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одним из важнейших факторов успеха ярмарочной торговли является грамотный выбор места для размещения на площадке. Даже если место изначально оговорено с организаторами, всегда можно сориентироваться на местности, поговорить с оргами и скорректировать ситуацию в лучшую сторону, более выгодную для себя. В общем, вариант, либо вставать здесь, либо вставать здесь, либо вставать здесь. А если здесь, то лицом вот сюда, в машине. Или туда, лицом опять же сюда. Главный ход там. Выставляться нам примерно 4 часа. Мы всегда предпочитаем заезжать как можно раньше, чтобы спокойно смонтировать свою точку, выставить весь товар и отдохнуть. Качественный и достаточный отдых тоже важный фактор успешной торговли. Мы проводим большую часть рабочего дня стоя, так как считаем, что нужно торговать именно стоя. А невыспавшийся унылый торговец явно много не наторгует. Да и покупателей будет только отпугивать своим апатичным видом. Мы закончили монтаж уже после часа ночи и отправились на съемную квартиру. В эту поездку в качестве помощника мы взяли нашего одноклубника Антона Веприкова. Антон показал себя крайне эффективным и очень разумным помощником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сама при ГЮЗе, а это чёрт знает что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступил первый день фестиваля. Работа сразу закипела. Фестиваль Греча проходит на территории старого завода. Организаторы вычистили один из цехов. Цех просто огромный, и он был далеко не весь задействован под фестиваль. Расти есть куда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сама атмосфера получилась уникальная. С одной стороны, это практически фестиваль на открытом воздухе, с другой стороны, под крышей. Плюс атмосфера старого цеха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты можешь сказать по результату сегодняшнего дня? На сегодняшний день ещё только достиг эксплуатера, можно сказать. Выдался небольшой перелив. Немного сейчас передохнём. Людей у прилавки не так вот, как обычно. Так, сейчас спрашивают что-то. В общем, выдался перелив. Фестиваль. Спасибо. Спасибо вам. Да, вот продажи идут, собственно говоря. Мы были уверены, что мы наторгуем, что мы не съездим в минуту, мы никогда не ездим в минус. Вопрос был только в том, сколько именно мы заработаем. Сейчас это ещё не очевидно, ещё не ясно, что будет завтра. Но совершенно точно мы выходим в плюс. Это поездка имела смысл. И это будет хорошо. Это будет хорошо. Но, в общем, мы сейчас немножко перенопнём и продолжаем провел. Ой, ну, мы уже что-то сделаем. Вот, на период пополнился. Сейчас нет, что-то говорить. Ну да, ну типа, принцессер, давайте все не унимать. Саша построил настоящий диван из сена. Мы любим расположиться с максимальным комфортом. На фестивале была реализована интересная экономическая модель. При входе можно было получить бокал и обменять рубли на внутреннюю валюту фестиваля – монеты РБ. Одна монета стоила 50 рублей. Её можно было обменять на 125 мл любого напитка. То есть за 200 рублей можно было купить пол-литра любого разливного пива на фестивале. Всего было представлено 40 пивоварин с несколькими сотнями сортов. Было не только пиво, но и сидры, медовухи и многое другое. И вот здесь, где-то, 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 где-то. Этот волшебный бейдж позволяет нам проходить туда, куда надо пройти для наших съемок. Хоть это не фестиваль реконструкции, одним из ярчайших элементов программы были рыцарские бои. Также на фестивале были свинные бега, барбершоп, тату-салон и обширные ряды с едой. Большую часть программы мы оставили за кадром. Везде не успеешь, особенно когда работаешь. Давайте посмотрим, что у нас внутри шатра происходит. Саш, твои впечатления от фестиваля? Отлично. Все погодит отлично. Просто отлично. Выступление же одной из наших любимых групп Тролльнет Ель мы пропустить не могли и пошли отрываться. Кстати, ТГЕ являются постоянными участниками былинного берега. Первый день фестиваля Греча стремится к завершению. И мы можем позволить себе немножечко расслабиться и отдохнуть. Катя, скажи, ты собираешься на пылиный берег в этом году? Конечно. А теперь еще разок, только все вместе и еще громче. В День Святого Патрика Так, в общем, приехали. Начало второго дня. Отдохнули, выспались. Сейчас будем открывать торговлю и начинать работать. Пока что на площадке никого нет. На фестивале пустынно. Люди начнут пребывать только где-то через час. Ну что, открываемся? Наступил второй день фестиваля. Территория еще закрыта для гостей, а первые продажи уже идут. Это вам копается в пакете, как Зачем? Да, еще подвеска, чтобы вместо проданной вывесить. Саш, помогите. Помаши ручкой. Какой ножичек параллся, такой прикольный. Антон, будем впечатления за фестивали. Опять? Опять. Опять. Опять впечатление. Опять фестиваль. Опять на пять. Опять на пять, опять пять. Все хорошо? Прекрасно. Все хорошо, процессы идут. Важно, процессы очень хорошо идут в нужном направлении. Андрей, смотри, мы посетили прекрасный фестиваль Гречи, мне очень сильно он понравился. Скажи, есть ли планы на расширение масштаба в будущем? Может быть, планы на выход за пределы помещения, на открытый воздух в формате open air куда-то в поле? Вопрос хороший, я об этом думал, Вань. Ну, ты знаешь, мы с тобой дружим много лет на самом деле. И вот есть один нюанс в фестивалях. Это погода и дождь. Как только в open air на улице хорошая погода, пришло много людей. Ну, вот у нас вчера, например, был дождь, и все спрашивали, а крыша есть? Мы такие, есть. Ну, тогда мы приедем. И вот это очень сильно повлияло, потому что вчера был ливень в городе. И прям, если бы мы были на open air, то мы бы как бы не собрали такого количества гостей, которое было вчера, собственно говоря, но и сегодня. То есть крыша влияет, тем более тема позволяет вот эта вся крафтовая в старые заводы вписываться. Хорошо. Вообще, сам антураж завода, он просто шикарный. На мой взгляд, это уникальное мероприятие в этом плане. Ну, просто шикарно. И я смотрю, задействован не весь цех, тем более не вся территория завода. В рамках цеха будет масштаб увеличиваться. Ну, если, например, мы выберем для себя вот эту площадку, то да, есть расширение. Сейчас у нас 7 тысяч метров мы взяли. Можно взять 1015-20 квадратных метров и сделать, ну, побольше open air с разными локациями, если нужно или не нужно. Там уж посмотрим. Несколько супер коротких вопросов, максимально простых, но сложных. Чем бы ты занимался, если бы не варил медовуху? Производил бы что-нибудь, наверное. Что-нибудь интересное, уникальное. Что бы я создавал? Создавал, производил, создавал. Вот что-нибудь, что бы ты хотел производить, вот первое, что в голову пришло. Три варианта. Да, подожди, три варианта. Не знаю. Пермежилеты, резиновые дубинки и щиты алюминиевые. Нет, давай, космические корабли, деньги и... И что-нибудь связанное с наукой. Какая-нибудь, знаешь, научная какая-нибудь новая инновация, там, какие-нибудь связаны с новыми элементами химии. Не знаю. Ну, какая-то придумка такая научная. Все, что бы мы смогли придумать. То есть, что-то связанное, в первую очередь, с каким-то хай-теком, что-то... Что-то, с чем, чего не было раньше. Фишка в том, что чего не было раньше. И с чем-то вот таким вот, что мы это создали. И вот мы его создали, вот мы его придумали. Фестиваль Гречи окупился, принес деньги? Пока непонятно. Цыплят по осени считают. Это больше бизнес или имиджевая история? Синергия. Это имиджевая история, конечно, в первую очередь. Но если она не работает как бизнес, то она, ну, плоха. Мы не настолько крупные пацаны, чтобы вкладывать 4 миллиона в рекламу. Ты 10 лет участвуешь в фестивале «Былинный берег». У тебя возникало желание когда-нибудь надеть кольчугу, взять мяч и пойти в бой? Да, я надевал тогда кольчугу, брал мяч и шел в бой. Но на «Былинном берегу», по-моему, ни разу. Да, у вас я угонял только ладью. Да, это была шикарная история. Фестиваль завершается. Мы запаковываемся и сейчас поедем домой. 13 часов дороги и мы в Петербурге. Все бодры, веселы, никто не уснул. В конце каждого фестиваля возникает легкое такое щемящее чувство тоски. Как будто закончилось что-то прекрасное. И особенно сильно это чувство сейчас, когда закончился фестиваль Греча. Был крутой фестиваль. Нам очень понравилось. И что сказать, приезжайте на Гречу. Мы в следующем году приедем на Гречу. Если позовут. Если позовут. Итак, прежде чем подвести итоги и рассказать вам о том, сколько мы наторговали, какую прибыль получили, пару слов о том, почему мы имеем успех на ярмарках, а многие другие этого успеха не имеют. Первое и самое главное. Это товар. Несмотря на то, что средневековый товар, казалось бы, это какая-то узкоспециализированная вещь, тем не менее спрос он имеет гораздо больше, чем это может показаться. Во-первых, не всегда у нас покупают именно историчные вещи. Человек может послушать про какую-то историчную подвеску, ему будет интересно. Или про какой-нибудь меч, сфотографироваться с этим мечом. Но купит он какую-нибудь сувенирку, типа подвески в виде дракончика или в виде котика. И это прикольно. Это так и работает в комплексе. Во-вторых, это внешний вид торговой точки. А на доформление мы заморачиваемся очень сильно. Это и стенды, которые мы все сделали сами, и освещение, и даже наши фирменные скатерти, которые сделаны под историческую набойку. Все это работает вместе. Даже торгуя на фестивале в помещении, на таком как Греча, мы специально вывезли копии исторических шатров эпохи викингов, чтобы наша точка смотрелась комплексно и красиво. То есть к такой точке подойдут в первую очередь. Нас увидят издалека. И на нашем фоне многие просто теряются. Хотя, конечно, есть наши прекрасные друзья-конкуренты, которые выглядят не хуже, а даже лучше в чем-то. Но мы с ними со всеми дружим. Итак, и третья причина это... Третья это все твои слова. Да черт он знает, какая третья причина. Ладно, давайте просто к итогам. Итак, что мы наторговали? Наша общая выручка с фестиваля составила, внимание, 333 900 рублей. А затраты наши вышли следующие. Бензин 14 тысяч, квартира 4 500. Мы арендовали квартиру на время проживания. А также взнос организаторам мы отдали 12 тысяч рублей. И 17,5 тысяч мы заплатили в виде зарплаты нашему помощнику Антону Веприкову. Зарплата у нас была сформирована каким образом? 10% от той выручки, которую непосредственно наторговал сам продавец. Продавец нам наторговал больше половины выручки, потому что значимую часть времени торговал именно он, а мы ходили и снимали фестиваль. Я думаю, если бы мы все втроем провели все это время за прилавком, мы наторговали бы больше. Но не получился бы этот выпуск. Итого расходов в 48 тысяч рублей. Соответственно, так как у нас наценка в среднем примерно 35%, чтобы посчитать рентабельность, нам надо поделить выручку примерно в 3 раза и отнять от нее расходы. Итак, вычитаем, делим, вычитаем. Получается, чистые у нас составили 63 300 рублей. Это для нас с Александром по 31 650 рублей чистыми на каждого. И, в общем, вот так. То есть, кто-то может сказать, ох, 30 тысяч на каждого чистыми всего лишь за выходные. Это же так можно жить. Четыре раза съездил в месяц на ярмарку, и вот у тебя уже 4 на 30, сколько это, 120 тысяч. 120 тысяч, ох, можно жить. Да, все 8% россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, надо полностью осознавать, что работа эта очень сезонная. Абсолютное большинство ярмарок хороших проходят на открытом воздухе и проходят летом. То есть, мы весь сезон, весна, лето, часть осени работаем, а зимой мы сидим в магазине. И зимой ярмарок практически нет. То есть, таким образом, да, это не самая прибыльная ярмарка. Есть и поприбыльнее, конечно. Но есть и менее успешные. Бывает, когда мы за ярмарку зарабатываем, не зарабатываем, а наторговываем выручку, типа там 45 тысяч рублей. Но тогда возникает уже вопрос, а был ли смысл вывозить товар из магазина? Собственно говоря, вот. Да и все. Смотрите наши следующие выпуски и приезжайте на Балиный берег.